Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Родион Архипов. Инвестиционный проект нашей республики получил самую высокую оценку в ростуризме с этого года туристко-рекреационный кластер «Этническая Чувашия» включен в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в Россию, рассчитанную на период 2011-2018 годов. Значимость нашего проекта отметили многие члены Координационного совета при ростуризме. В частности, в поддержку «Этническая Чувашия» выступила и замминистра культуры России Алла Манилова. Проект защищал председатель Кабинета министров республики Иван Маторин. Мы участвовали в этом отборе. Было 17 проектов, 13 субъектов подошло к этому отбору. Пять были отобраны на Координационный совет. При подведении итогов наибольший балл набрала заявка Чувашской республики. У нас нет времени раскачиваться, у нас нет времени дополнительно дискутировать по данной теме. У нас очень много дискуссий ушло, очень много недопониманий было на начальной стадии. Сегодня это нужно отложить в сторону и активно, без взаимных каких-то претензий поработать. В кластер этнической Чувашии входят два инвестиционных проекта – этноэкологический комплекс «Ясна» в Чубаксарском районе и этнокомплекс «Амазония», который расположится в парке имени 500-летия Чубаксар. На площади почти в 250 квадратных метров построят выставочные павильоны, музеи, культурно-развлекательный центр, гостиницы и многое другое. Уже в этом году в столичном парке должны появиться первые объекты этнокомплекса «Амазония». Именно отсюда туристы будут отправляться в свое путешествие по Великому Волжскому пути. Весь проект оценивается более чем в 7 миллиардов рублей. Средства из федерального бюджета начнут поступать уже в этом году. Самое главное на сегодняшнем этапе – это отыграть конкурс, аукцион и определить механизм исполнения, определить заказчика, застройщика. И наше предложение вы уже озвучили – это передать эту функцию муниципалитету, так как они смогут более оперативно решать вопросы и по доработке проекта, и по прохождению. Потому что все разрешительные документации, она вся проходит через город. Город, в принципе, готов взять реализацию этого объекта на себя. Понятно, что республика здесь помогает, и все профильные министерства, ведомства должны помогать в реализации этого проекта. Значит, на сегодняшний день подписаны дополнительные соглашения. В рамках реализации этого соглашения 14 июня в Большом зале администрации будут проведены публичные слушания, где инвесторы представят проект развития парка 500-летия на ближайшие годы. Частные инвесторы подтвердили свою готовность и уже приступили к созданию соответствующей инфраструктуры. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. На заседании регионального оргкомитета по подготовке к учредительному съезду Общероссийского народного фронта обсудили вопросы участия в съезде делегации Чуваши. Республику в Москве будут представлять токарь-расточник промтрактора Геннадий Суботин, руководитель фермерского хозяйства Петр Елуков и председатель правления Чувашской республиканской организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев. Кроме того, по приглашению федерального оргкомитета по подготовке к учредительному съезду, в работе форума примут участие глава Чуваши Михаил Игнатьев и руководители ряда некоммерческих организаций республики. Ольга Зайцева, Валерий Сапожников, Владислав Солдатов, Игорь Кашаев. Полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич считает, что в новой системе составления рейтинга субъектов, разработанной Минрегионом России, не все предложенные критерии можно отнести к справедливо сопоставимым. Об этом Привожский полпред заявил на пресс-конференции с ведущими журналистами ПФО. Напомню, что рейтинг вызвал неоднозначную оценку как среди специалистов, так и среди самих регионов. Михаил Бабич отметил, что одной из основных причин дискуссии стала разработка критериев без непосредственной увязки с численностью регионов экономического потенциала стартовых экономических условий. Привожский полпред также подтвердил, что ведомство составляет свой внутренний рейтинг глав регионов ПФО. На участках федеральной трассы М-7, проходящей по территории Чувашия, продолжается реконструкция. Сейчас работы ведутся в нескольких районах, в том числе в Маргаушском. Ремонтируется более 10 километров трассы, которую хорошо знают водители. Оттуда регулярно идут караваны большегрузов. Движение сильное, а сама дорога узкая и небезопасная. После реконструкции участок изменится. Ремонтируют дорогу между деревнями Москокосы и Калмыково приезжие строители. Торги выиграла одна из дорожно-строительных компаний Сибири. Хотя, как говорят здесь, на объекте дорожники со всей России. Вблизи деревни Москокосы быстро вырос целый строительный городок. Землю под него оперативно выделила администрация Маргаушского района. Подобный дорожный городок редко встречаешь в Чувашии. Улиц тут нет и названий тоже, но есть свои дома. Передвижные вагончики, столовая и даже баня. Здесь же строительная техника и свой штаб. А так выглядит отрезок дороги схематично. Тут предусмотрены три развязки, формой, напоминающей грушу. И еще одна большая, похожая на четырехлистный клевер. Это развязка в разных уровнях. То есть, заехав, будем говорить, на путепровод, при направлении движения автомобиль может спуститься на М7. Или просто проехать и уйти в Маргауши, не переезжая в одном уровне автомобильной дороги М7. Дорога станет шире и безопаснее. В четыре полосы с разделительным барьерным ограждением и искусственным освещением в пределах населенных пунктов. Очертания ее уже появляются. Рядом с деревнями будет два надземных пешеходных перехода. Проектом предусмотрен еще и подземный для перегона скота. А также специальный экран для защиты деревень от шума и грязи. Работать сейчас стало проще, чем поначалу, вспоминают дорожники. Приходилось трудиться в стесненных условиях. Потребовалась объездная дорога, а тут овраг и крутой спуск. При строительстве нужно было ликвидировать. И вот на этом месте водопроводственная труба, железобетонная, куда уложено, где более 120 тысяч кубов песка. Но чтобы ликвидировать все это, нужна была объездная дорога. Поэтому объездная дорога была построена здесь из железобетонных плит. Она уходила, и вот она создавала сложности. Скоростной поток падал. Водители, будем говорить, ехали со скоростью не более 30 км в час. Поэтому скапливались пробки. И вот здесь было, будем говорить, дорожников кастерили, как хотели. Ну вот, будем говорить, в октябре месяце, когда мы пустили здесь уже движение, закончились наши беды. Стройка должна закончиться в 2015 году. Но дорожники хотят сдать объект с опережением на год. И уже вышли с таким предложением к заказчику. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах мужчина застрелился на глазах у прохожих. Это случилось 5 июня на улице Тополиной. Мужчина выстрелил себе в голову. Его госпитализировали, но в больнице он скончался. Следственный отдел по городу Чебоксара, следственное управление Пучувашия, проводит доследственную проверку. По предварительным данным, вечером 5 июня 32-летний чебоксарец приехал к дому номер 17 по улице Тополиной в городе Чебоксары, где поднялся на третий этаж подъезда и, распив пол-литровую бутылку коньяка, стал ожидать для выяснения отношений 25-летнего молодого человека, которому ревновал свою жену. Около 20 часов того же дня он заметил, что парень вместе со своей знакомой зашел в подъезд. Тогда Новочебоксарец выхватил заранее приготовленный пистолет и, спускаясь вниз по лестнице, произвел не менее трех выстрелов боевыми патронами в сторону молодого человека, но ни разу не попал. Тот вместе со своей знакомой выбежали из подъезда на улицу с криками о помощи. В свою очередь, Новочебоксарец, выйдя из подъезда, направился к своему автомобилю Hyundai Solaris, припаркованному в 50 метрах от этого дома, где в присутствии очевидцев произвел один выстрел себе в правый висок. Пуля прошла на вылет. Мужчина был госпитализирован, однако скончался через час в лечебном учреждении от полученного огнестрельного ранения. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего и, главное, откуда у мужчины было огнестрельное оружие. В Чувашии завершилась масштабная тактика-специальное учение, проводимое Республиканским оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями. На протяжении четырех этапов учения отрабатывались действия спецподразделений по высадке воздушных и водных десантов, боевому применению вертолетов, в том числе в ночное время, различные способы преодоления водных преград и минно-взрывных заграждений, уничтожению баз учебных диверсантов, усилению охраны и обороны значимых объектов инфраструктуры Республики. Кульминацией учения стал штурм, условно захваченного террористами пассажирского теплохода «Чувашия». В результате все террористы были обезврежены, а заложники освобождены. Применение авиации позволило повысить мобильность и огневую мощь силовой группировки. Было отработано ряд внезапных учебных вводных, в ходе которых личный состав задействованной группировки проявил максимум физических и психологических усилий. Использовался постоянно фактор внезапности. Как руководитель оперативного штаба хочу отметить, что контр-теистические учения прошли на достаточно высоком уровне. Оцениваю их результат с положительной стороны. Было задействовано очень много подразделений, проведен значительный объем работы. Применялись силы и возможности, в том числе и авиации, ФСБ России, а также других подразделений, которые дислоцированы на территории Чувашской Республики. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал как непосредственное участие в проведении учений, так и тех, кто создавал необходимые условия. Оперативный штаб планирует и в дальнейшем проводить внезапные анти-теистические учения и тренировки с целью проверки готовности сил и средств группировки оперативного штаба в Чувашской Республике к отражению террористических угроз. Четыре сыночка и шесть лапочек дочек. Ольга и Алексей Павлова из Чебоксар уверены, что божья награда. Ну а теперь прибавилась и государственная семейная пара, получила орден родительская слава. У маленькой Милани сложная задача – никого не забыть. Всех ее братьев и сестер не перечислить по пальцам одной руки. В семье священнослужителей Алексея и его супруги Ольги 10 детей. Самая старшая уже совсем взрослая, ей 18. Девочка учится в московском ВУЗе. Ну а самая маленькая – почти в шесть раз младше. Скучать такой компанией не приходится. Если троем быть только, то это как-то неинтересно. Надо много, чтобы было человек, чтобы вместе играть. Кстати, играют вместе дети не только в игрушки, но и на музыкальных инструментах. Дети учатся в музыкальных и художественных школах, занимаются спортом, поют. А еще семья полным составом путешествует. Как раз недавно Павлова побывали в Москве. И это была не просто туристическая поездка. В столицу семейную чету пригласил сам президент России. В преддверии Международного дня защиты детей здесь, в Москве, в Кремле, состоится церемония вручения ордена «Родительская слава». Эта награда имеет особую ценность, особое человеческое измерение. Она отмечает заслуги многодетных родителей. Ваш вклад в возрождение лучших исторических устоев нашей страны. Символизирует высокое государственное и общественное признание родительского труда. Орденом «Родительская слава» награждают за достойное воспитание семи и более детей. При этом самому маленькому члену семьи должно быть не меньше трех лет. В семье отмечают, родительский труд действительно самый сложный, однако и самый благодарный. Наша семья, ну, дети друг друга все-таки стараются уважать. И кажется все-таки, что наша семья дети родители уважают и любят. С каждым рождением ребенка мы как-то более сплачиваемся. Дети становятся дружнее, они как-то берегут друг друга. Ходят даже потише дома, когда есть маленький ребенок новорожденный. Ну, и думаю, что когда они вырастут, будут друг друга хорошо поддерживать. Почетную награду для родителей учредили еще в 2008 году. Павловы стали четвертой семьей из Чувашии, кто ее удостоился. Это сам орден. Орден отдается один на обоих родителей, то есть на папу-маму. Вот, это вот у нас, получается, на каждого у нас есть удостоверение. И на меня, и на мою супругу. Вот, а это вот медали, которые мы наносим уже на себе. Возможно, когда-нибудь подобных наград в семье станет больше. Даже самые маленькие Павловы уверенно заявляют, когда вырастут, у них тоже будут большие дружные семьи. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Депутаты Чебоксарского городского собрания совместно с представителями управления образования города Чебоксара проинспектировали муниципальные детские лагеря. Первым на очереди стояла березка. В летний сезон 2013 года лагерь встретил детей с новыми тренажерами и детской площадкой. Обновили систему отопления, отремонтировали столовую и начали ремонт жилых корпусов. В одном из них появились пластиковые окна, новая мебель и кровати. Со временем планируется заменить их полностью. В планах перехода этого лагеря на круглогодичное действие. Для перехода необходимы нам очистные сооружения и теплый медпункт, отапливаемый, который будет. Я надеюсь, что будет. Со временем это в перспективе, в плане развития указано, что нужно построить корпус вместе с медпунктом и очистные сооружения. Если это будет выполнено, то лагерь готов. Напомним, что всего в 2013 году трём городским лагерям «Берёзки», «Волне» и «Бригантини» за счёт средств бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников было выделено около 3,5 миллионов рублей. Сегодня день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Организация Объединённых Наций объявила этот день Днём русского языка. Специальная программа поддержки и развития многоязычия и культурного разнообразия разработана для поддержания равноправия всех шести официальных языков ООН – английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского. Дата празднования Международного дня русского языка выбрана не случайно. Именно 6 июня 1799 года в Москве родился великий русский поэт Александр Пушкин. Слова излишне. Достаточно лишь вспомнить знаменитую фразу писателя и литературного критика Аполлона Григорьева «Пушкин – наше всё. Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими другими мирами». Русский – родной язык для 164 миллионов людей во всём мире. Ещё 114 миллионов владеют им, как иностранным. Русский учат в ста государствах. Сегодня русский язык объединяет около 150 народов и народностей в историческую общность – народ России. Вот уже много веков он – основа духовного единства нашей многонациональной страны. Впервые жители Чебоксар смогли увидеть настоящий спортивный болид. Эта машина с серьёзными техническими характеристиками, командой пилотов и первыми победителями в международных чемпионатах. Болид получил гордое название «Формула Student Madi FSM4 Rebel». Машина, собранная руками студентов одного из московских вузов, успела побывать во многих уголках земли и, наконец, добралась до столицы Чувашии. Сейчас я хочу представить вам наш четвёртый автомобиль FSM4 Rebel. Этот автомобиль участвовал на этапе в Италии в 2011 году и показал 17 результатов в гонке финальной на 22 километра. О проекте «Формула Student» слышал, наверное, не каждый. В этих гонках могут участвовать только студенты и аспиранты вуза. Я бы хотел рассказать, в принципе, о том, что такое проект «Формула Student». Ключевое слово «Формула», я думаю, здесь понимают многие. «Формула Student» – это уникальный общеобразовательный проект, который появился в США уже более 40 лет назад. С тех пор в мире насчитывается уже более 820 команд. Несмотря на сложность и дороговизну разработки, автомобиль имеет право участвовать в гонках лишь один раз. Затем он отправляется в музей вуза. Это будет уже четвёртый экспонат. Он поможет механикам-студентам развиваться и улучшать будущие модели. Мы можем обращаться в компании, и к любым людям только за консультацией. Непосредственной работы нет. То есть любой интересующий и непонятный нам вопрос, как студентам, которые, в принципе, ещё не всё знают, но очень стремятся к этому, мы можем обратиться к инженерам, которые нам помогут, и преподавателям, соответственно, потому что люди, которые видят стремление у других людей, охотно идут на встречу всегда. Для студентов участие в гонках – это уникальный шанс выйти за рамки обычной учебной программы, самостоятельно собрать спортивную машину. Кроме того, после окончания вуза многих ребят приглашают работать в крупные фирмы. Ну, а чебоксарцы имели уникальную возможность почувствовать себя настоящими участниками гонок, сев за руль болида. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь, а вы ещё узнаете о новых высокоточных технологиях в ортопедической службе филиала в городской стоматологической поликлинике, а также о плавучей заправочной станции, которую спустил на воду Дорис Нефтепродукт. Уже в первых числах июня приобретённая система КАТКАМ разместилась в ортопедической лаборатории первого филиала городской стоматологической поликлиники. Состоит она из двух основных частей – сканера и фрезера. Это направление цифрового сканирования, когда путём моделирования можно приготовить уже готовый протез. Преимущество сегодня этого метода является то, что, во-первых, если сравнивать его с традиционными, мы сохраняем зуб, скажем так, живой-здоровый. Происходит, значит, обточка, снятие слепков, отливаем пока на данный момент модели по той технологии, которую мы имеем. Происходит сканирование, моделирование, и фрезерный станок нам сегодня позволяет вытачивать ту или иную коронку, ту или иную протез, которая нам сегодня необходима для конкретно данного пациента. Когда говорим про мостовидную часть фрезерования через эту КАТКАМ-систему, это вопрос изготовления качественных протезов, точечных протезов, путём сканирования, то, что сегодня мы имеем в полустирта. С приобретением компьютерной системы КАТКАМ, ортопедическая служба городской стоматологической поликлиники, сегодня может гарантировать высокое качество результата в своей работе. Плавучая заправочная станция «Европейский тренд», которую успели взять на вооружение всего лишь несколько регионов России. В середину мая станция «Елема», собранная в Тольятти, начала принимать первых посетителей. Спрос на услуги такой заправки в водохранилище реки Волга существует. Суда, проходящие как транзитные с верховья Волги, так и граждан, проживающих в Чебоксарах, услуга востребована. Суда подходят. Для примера скажу, что уже порядка двух-трех судов, следующих транзитом с верховья, уже подходили и заправлялись у нас нефтепродуктами. Были очень удивлены, что в такой маленьком регионе, как Чуваша, появилась инновационная современная заправка. Чувашская красавица, а заезд на воде, заправку судов будет бесперебойно производить с мая по октябрь. К оплате принимаются как наличные денежные средства, так и банковские и электронно-топливные карты. Обслуживать будет всего 6 человек, на смене 2 человека, и ночью эксплуатироваться не будет. Судно эксплуатируется с 8 утра до 20 вечера, а ночью сдается под охрану матросов. Быстрая, удобная, экологически безопасная заправка котиров, судов, яхт имеет многоступенчатую систему защиты от разливов, горюче-смазочных средств. Экологи не только документально, но и на практике одобрили внедрение новшества компании «Дориснефтепродукт». Сегодня эта заправка нужна, востребована, и она экологически обеспечивает безопасность, ибо изготовлена на заводе города Тольятти. Продукция завода сертифицирована, и для сдачи в эксплуатацию они получили лицензии. А чтобы получить лицензию, нужно было получить положительное заключение всех государственных контрольно-надзорных органов. Здесь предусмотрены все меры по экологической безопасности, чтобы топливо не попало на поверхность воды. А старый, существовавший наш перелив из емкости, из канистров на емкости, на судов, она всегда не обеспечивала безопасность, и капли топлива, остатки попадали на поверхность воды. Сегодня это исключено. Плавучая заправочная станция «Элем» может также принимать любые виды бытовых отходов. Не менее важной услугой является также снабжение местной артезианской водой. В перспективе планируется открытие магазина. Несомненным преимуществом является и тот факт, что в условиях зимы эксплуатация плавучей заправочной станции не прекращается. Любители подлёдной рыбаки, заправляющей свои снегоходы, владельцы судов на воздушных подушках, могут уже совсем скоро ощутить это удобство на себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова